На территории 4-й Чебоксарской гимназии сегодня появился песенный дворик. Третьеклассники и их учителя вспоминали песни военных лет. Тему продолжит Мария Шоклева. Ой, ты песня, песенка девичья, Ты лети за ясным солнцем вслед, И бойцу на дальнем пограничье От Катюши передать привет. Катюша, Смуглянка, День Победы. Мы знаем слова этих песен наизусть. И не только потому, что учили их в школах. Даже дети понимают, чем песни военных лет отличаются от современных. Они такие душевные. А вот эти, которые сейчас по радио, они такие резкие, современные очень. А эти песни, для того, чтобы эти суровые годы никто не забывал. Всегда все помнили, всех героев. Герои этого праздника – ветераны Великой Отечественной войны, бабушки гимназистов. Нина Григорьевна пошла в школу лишь в 10 лет, потому что, когда ей было 6, началась война. Девочка росла сначала в лесном шалаше, а потом в концлагере. Детей заражали разными болезнями, суберкулезом заражали, и потом вылечивали. В это время как раз появились лекарства, антибиотики. Вот они на детей это все испытывали. Мы выглядывали в окна, и там каких только не было деток, уродиков всяких, с кривыми руками, ногами, трясущимися. Вот это все творили фашисты. Выжить и победить людям помогали песни. В этом дворике они звучали одна за другой. Мне понравилась песня «Катюш», потому что она такая веселая, и она прибавляет жизненных сил солдату, надежды на победу. Мне нравится песня «Темная ночь», потому что она очень ласковая и как бы успокаивала солдат. Дети любят петь. Они с удовольствием откликнулись на нашу затею организовать такой праздник. Выучили военные песни, заодно узнали историю создания этих песен. Ну и с удовольствием сегодня спели. В канун Дня Победы солнце на небе и в душе каждого из нас. А самый главный подарок героям может сделать каждый. Поздравляем, сидим, чай пьем. Для твоей бабули самый желанный подарок какой? Что они ко мне приходят, не забывают. Пусть всегда будет слава! Пусть всегда будем мы!